Мы наставились только на победу, конечно же, сегодня. В какой-то момент мне разобрали в защите, я думаю, что самая главная проблема у нас была в защите. Мы не выполнили установку тренера, там, где мы договаривались. Мы смотрели видео, мы разбирали их не комбинации. Но, опять же, почему-то мы не сделали этого, а то, что мы договаривались перед игрой. Где надо было меняться, мы не менялись. Также очень много пропустили. И дали им подобрать чужих подборов на нашем щите. Дополнительные очки для них, второй шанс. Где-то даже было трехочковый после этих подборов. Для нас это было очень больно. Не могу сказать, что мы не старались. Но мне кажется, что они немножко мнее сыграли, чем мы в конце, не знаю. Особенно в защите. Как сейчас Максим сказал, там не было речи о том, чтобы не старались. Но мы старались как-то по-своему. Так спокойно, правильно, без агрессивности. И если в первом тайме условно у нас не было защиты, в втором тайме, если не считать последние 10 очков, которые забили штрафные, когда мы уже намеренно впалили, тогда было намного лучше защиты. У нас не хватает этой консистенции, этого постоянства. Сейчас получается, один тренер делает свою работу, второй делает, третий делает. Делаем все, но как-то не можем до конца довести то, что баскетбол начинается. Не то, что играет соперник, какое там нападение, но стараемся показать основном то, какие игроки что делают. И самое главное, начинается игра в профессиональном спорте, в баскетболе с агрессивностью. Если соперник нам забивает в первом тайме 46 очков, мы можем бросать как бог, мы должны бросать уже 50. И это однозначно моя вина, что нехорошо сказал, не так ясно сказал, не так сильно сказал, не так грубо сказал. И насчет этого будем сейчас этого исправлять. Потому что сейчас все равно не надо ничего не думать. Любой спорт, это легальная агрессивность, это начинается с агрессивности. Если мы типа выполняем то, что есть какая-то установка, но только типа, это очень часто заканчивает броском. Сегодня не было защиты один на один. Как такое? Вообще не было, как такое? Когда меня учили когда-то давно, как я стараюсь сказать, то это вообще-то надо воспринимать лично. Меня обиграешь один на один или нет? Особенно если игрок, условно, по-моему, попроще держать игроков, и соперник выбросил только 16 трехочковых и попал 3, то, по-моему, там же сразу ясно, что будет. А мы наваливаясь, принимаем неправильное решение, или потеряем ситуацию, есть бросок с-под кольца, или экстра бросок с-под кольца, или штрафные. Это самый легкий, и будет, конечно, как всегда. Я старался, не получилось. Нифига, не старались. Так что поздравляю, как я уже говорил перед игрой. Это не были слова. Я вам говорил, я знал, что нас ждет здесь. Но не смог достучаться. Будем делать веб-будем. Спасибо большое. Льюиса Сулливана, как был игрок для тебя, какой был самый тяжелый момент, и как был, как был, как был, как был? Мы готовили всю неделю для этого команды. Который всегда говорит нам, чтобы оставить правилами. Мы просто вернулись на противоположность, и мы просто пришли, чтобы победить. Льюис говорит о том, что всю неделю готовились к этой игре, разобрали соперника, и, как тренер ему говорит, стояли на правилах, и хорошо отработали в защите в нападении, поэтому мы не добились победы. Добрый вечер. Спасибо большое за поздравление. Очень тяжелая игра получилась. Действительно, как сказал Льюис, у нас было достаточно времени после Одессы подготовиться, и мы с первого дня, как завершилась игра с Одессой, сразу начали готовиться к этому сопернику. Действительно, было много времени, мы очень детально разобрали многие моменты, но 87 очков, это все равно, опять же, не тот результат, о котором мы говорим. Мы опять выиграли игру за счет нападения, а не за счет защиты. Но я, безусловно, рад этой победе над очень сильной, хорошей командой, как Киев. И я горжусь своими ребятами за ту проделанную работу, которую они сделали. И сейчас уже нужно как можно быстрее забыть эту игру и готовиться дальше, потому что не так много времени на подготовку, меньше, чем через двое суток уже мы играем дома с Черкасами. И пользуясь случаем, хочу, чтобы пришли, люди поддержали нас. Для нас это очень важно. Домашние игры. И спасибо болельщикам за сегодняшнюю поддержку. Они несли команду вперед и в сложные минуты, и в минуты, когда у нас все получалось. Поэтому спасибо им большое и ждем на следующих играх.